А вы, читая в детстве фантастические романы, думали о том, что они станут нашей реальностью? Свет, включающийся по щелчку пальца, или робот, который наводит порядок? Сейчас технологиями умного дома никого не удивишь. Вспомним, с чего же все начиналось. Технологии умного дома стали настоящим прорывом 21 века. Они изменили нашу жизнь, сделали ее проще и комфортнее. Но идея такого дома возникла уже давно. Причем неизвестно у кого раньше, у инженеров или писателей-фантастов. Советский диафильм, появившийся еще в 60-х годах прошлого века, называется «В 2017 году» и рассказывает о том, какой видели жизнь обычного школьника спустя 100 лет. По предсказанию сценаристов, люди в 2017 уже будут управлять погодой и научатся летать со скоростью, близкой к световой. И в принципе, эти прогнозы оправдались. Мы научились управлять климатом в доме и можем переместиться в любую точку с помощью интернета и видеосвязи. Главный герой фильма – мальчик Игорь. Утром его будут часы, которые выдвижной рукой мягко щелкают его по носу. И, внимание, такой девайс уже реально существует. После пробуждения Игорь отправляется на кухню, где его ждет умная кулинарная машина. Она легко распознает текст на бумаге и готовит завтрак, учитывая все пожелания. А в кабинете у отца мальчик разговаривает с мамой по телевидеофону. Чем вам не современный скайп? А теперь вспомним произведение известного писателя-фантаста Рая Брэдбери. В его рассказе будет ласковый дождь. Главным героем является сам умный дом. Это единственное здание, уцелевшее после ядерного взрыва. И даже после апокалипсиса система дома продолжает функционировать в привычном режиме. Автоматы наводят дома чистоту, готовят завтрак, моют посуду и заправляют постель. Оба эти примера доказывают, что уже в 20 веке концепция умного дома была в голове у людей, как главная технология будущего.